Мы с вами сейчас отслужим молебен, благодарственную Господу Богу, и Акафист, или Божий Святой Блаженный Ксении Петербургской. В этом Акафисте изложена вся ее блаженная жизнь. Как она осталась вдовой, как она решила избрать путь юродства в этом мире, одевшись во одежды мужа и назвавшись его именем, она умерла для мира. Говорит, это не муж мой умер, это я умерла. И так ходила. Все ближние ее, все ее родственники, как это обычно бывает, и сейчас у нас то же самое происходит, не поняли ее и отверглись ее. Подумали, что она сошла с ума. Ну, как, мужа потеряла, молодая, вдова, все, у нее крыша, говорят, поехала. И она стала подвязаться вот в этом подвиге ее родства. Она ходила по городу, молилась и днем, и ночью. Днем она помогала людям. Все, когда поняли, что она великая молитвенница, старались как-то ей помочь. Старались ей вещи какие-то дать, продукты питания ей раздавали. Если кто-то ее подвозил из... Извозчики, когда по городу развозили людей, и старались ее найти где-то и подвезти. И этот день у них был очень удачный. Они могли заработать этот день много. Утром всякие булочники там, и те, кто в лавках, кто продукты питания продавали, они старались ее угостить, ей дать вкусить от своей продукции. И этот день у них тоже был удачным. Она специально никому не заходила. Она, вот если шла к каким-то своим делам, эти люди вот выглядывали, старались ее к себе позвать и что-то ей дать. Но все, что ей давали, она раздавала другим. Она раздавала нищим людям. И этим самым стяжала благодать от Бога. Потому что есть такой, если грубо так выразиться, механизм действия. Как дьявол пал? В чем было его падение? То, что он как-то на Бога там выругался или еще что-то? Нет. Он сказал, я как Бог. Я все могу. Он увидел свое могущество. Это был первый из ангелов, сотворенный Богом. Он увидел свое могущество и возгордился. Я все могу. Я как Бог. И вот это мнение о себе и было падением. И он до сих пор там находится. Вот этот механизм действия действует и в обратном направлении. Ксения думала о себе, что она никто и ничто. Когда люди ей давали вещи, она думала, что он не достойный этого. И старалась эти вещи отдать другим, нищим. Продукты и петли. Она думала, это не мне. Я не достойный этого. И раздавала нищим. А почему она так о себе думала? Она не о самой себе думала. Она уже умерла для мира. Она делала все это за своего мужа. За мужа. Как будто бы муж еще продолжает жить и творит вот эти дела. И он отказывается от этого. Он раздает это все нищим. То есть все добрые дела приписаны были мужу. Тем самым она спасла и себя при жизни, и мужа своего после упокоения, когда он уже в тот мир ушел, в тот ангельский загробный мир. Вот этим она стяжала благодать у Бога. Она является для нас не только примером. Она является для нас тоже великой молитвенницей. Как и другие святые, которым она подражала. Как написано, Андрею Юродивому подражала. Она видела, что он стяжал благодать. Подражавший ему, точно так же стяжала такую же благодать. И мы сейчас, уже зная это, человек, как говорят, язык до Киева доведет. То есть о чем говорит? И люди говорят друг другу. Это очень быстро разносится. Вы слышали, там есть такая таксения. Она помогает. И все, и моментально разносится. А кому помогла? А вот мне, а вот моей там куме, а моей свахе, а там еще как-то моим детям помогла. Очень быстро разносится это. И до наших дней с вами все это дошло. И сейчас вот в Петербурге, где ей мощи почивают. Люди, вот в Акафисе отражено это. Люди приходят к ее храму, где ее мощи лежат, там часовинка. И рядом этот храм стоит, который она ночью камни носила наверх. Никто из строителей не мог понять, как они приходят туда строить, а камни наверху уже лежат. Кирпичи там, камни. Представляете, что она творила? И вот к ее мощам, когда приходят люди, просят, молятся, стоят. И были свидетельства людей, видели ее, выходящую из часовни, и что-то говорящую. И они вот так поступали, и получали просимое. Конечно, мы не должны просить у Господа и у Святой Блаженной Ксении, вот бы мне там больше заработать. Вот бы мне там что-то, какие-то свои мирские дела. Но вот семейные нужды, конечно же, люди обращаются. И она при жизни, в Акафисе мы с вами слышали, как она помогала. И девушку избавила от нечестивого брака. Когда человек присвоил себе звание и подвиг другого, убиенного на поле брани, которого сам же убил. И как был облечен в этом, пришлось ему сознаться во всем. И девушка была избавлена от этого нечестивого брака. Другой, она помогла обрести мужа. Когда сказала, пойди вот туда-то. И она пошла. И там этого мужа нашла. Знаете, все у Бога возможно. У нас с вами ничего невозможно. Мы, если сами что-то будем делать, мы обязательно таких ошибок наделаем. Как говорят, таких дров наломаем, чтобы в печку не залезут. Поэтому молитесь Святой Блаженной Ксении. Она помощница наша и молитвенница перед Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Праздник.